здравствуйте вы на канале модные практики сегодня с вами инга паук штите и я наталья всем привет и мы наконец-то вам представляем первую примерку платье тренча которая вызвала очень много комментариев мы отвечали по возможности ну вот и сейчас инга вам расскажет о своих ощущениях и о том что мы будем делать с этим платьем ну что я могу сказать что-то платье такое свободного прилегания но очень комфортно такое как будто бы прямо лежит на мне облегает и в то же время с я чувствую свободу и мне в нем очень комфортно я прям чувствую себя такой цельный в нем то есть мне не нужно думать каких-то проблемных местах она все скрывает вытягивает я считаю меня мы думали что делать с воротником инга померила говорит воротник будем оставлять такой как бы таких воротников у нее еще не было поэтому я считаю что если сделаю воротник меньше то я снова доказаться больше у меня такое ощущение не знаю это правильно или нет но и мне так кажется но в конце концов у тебя много вещей почему бы не попробовать вещь таким большим объемным в россии не было ну в принципе вот мы закололи наше платье поправок практически нет немного потом посадим рукав и я думаю вот в этой области еще можно выпустить немножко мне прям ничего не хочется не выпускать не просто я боюсь мы будем делать там карманы в швах они правда будут из сетки но все равно немного мы не будем делать карманы ну как хочешь надо посмотреть но они из сетки их практически не будет видно но будет интересная деталь до матри и смотрим и подумаем если если не хочешь вот именно так как сейчас ничего лишь ну вот сейчас давайте посмотрим на спинку тут есть свобода мы решили ее оставить потому что это можно носить и как платье с нижним платьем но мы в данном случае взяли то что было нижнее светло может инга менять нижнее платье в зависимости от настроения а можно носить и как тренч в расстегнутом виде поэтому мы решили вот эту вот свободу не приталивать и оставить такую вот легкую свободу в области талии еще раз повторяю в этой части мы немного выпустим ну да обычно и вот в этом месте всегда мы забираем да да ну тут вот у нас вошьются рукава как бы я думаю я хочу добавить что это реально первая примерка мы ничего не мерили ничего не делали здесь да оказываем как есть приехала тут у нас немножко соберется сядет на рукав это все так можно что кружева в любом случае она еще имеет свою пластику но облегает фигуру то есть она же как бы не такое ровное как обычно ровно есть вот эти вот дырочки пространстве но как вот так вот полностью облегает и за счет очень удобно да хочу сказать что ткань из нашего тканевого бутика вот здесь вот примеры этих тканей и крепы и кружева вы можете увидеть и посмотрите в нашем тканевом бутике я хочу сказать что меня уже было много изделий из нашего крепы и этих кружевов она идеально все стирается носится поэтому я думаю что это платье у меня будет очень такое как бы долгое долгоиграющее были вопросы про подкладку подкладки тут не будет она будет совершенно вот такое прозрачное единственное говорю может быть мы сделаем карманы и сетки но теперь уже спорный вопрос шлицы в этом изделии тоже нет но будут пуговицы заканчиваться высокой поэтому будет свобода я думаю что вот у нас будет даже если три ряда из вас в живу достаточно свободы для шага если будет в расстегнутом виде в инга носить так вообще ну как бы не свободу это не сходит не скрадывает это нет совершенно все очень свободно так это реально тренд также кому интересно у нас еще есть курс по моделированию и пошиву тренча тоже приобретайте смотрите изучайте и также это платье выделено по базовой основе 10 мера и 10 мерок у нас также есть в продаже на нашем сайте все в описании к этому видео смотрите изучайте приобретайте кто еще не приобрел ну вот вот так вот села платье да да ширину рукава мы тоже решили оставить свободный даже к низу на ли не будем заужать немножко и может быть поставим легенькие подплечник я вот хочу я вот только не знаю что они будут смотреться на другом и попробуем черный воротник мы попробуем если не будет это как-то так сильно портить наше изделие то поставим небольшие подплечник я бы хотела их поставить потому что ну вот и подходят в принципе вся наша примерка хочу поздравить всех родителей у которых дети пошли в школу в этом году начинается осень учебный год всем хорошие учебы чтобы все было легко чтобы не было каких-то сложностей в учебе чтобы все легка давалась и чтобы детям нравился процесс обучения у меня тоже дочка пошла в школу в этом году во второй класс вот это очень приятное событие конечно ну я знаю что некоторые дети не хотят эти школы некоторые все-таки хотят большинство я думаю что rapidity хотят чтобы дети ходили в школу но родителям терпения на весь учебный год. У Наташи уже заканчивается, да? 11-й, да. Как раз таки. Тоже, получается, пошел, да? Ну, он сегодня не пошел. Он сегодня на соревнованиях. Понятно. Но все равно у вас еще есть школьник. У нас еще год, да. Последний. Понятно. Тоже удачи. Спасибо. Хочу сказать, что этим платьем мы начинаем выстраивать осенний гардероб новый. Новый сезон, новый гардероб. Будем шить, творить, да? Придумать, что новое. Уже несколько платьев в работе. Часть вещей мы шьем не без моделирования, потому что это все есть на курсах. Шьем юбку интересную из льна в джинсовом стиле. И мы шьем еще куртку косуху из льна. Уже практически пошили и совсем скоро покажем, да? Она готова, только кнопки осталось дождаться. Да, то есть чисто по курсу косухи. Да, кнопок. Вот. Я уже жду, не дождусь с вами поделиться этими изделиями. Они очень такие, ну, мне нравятся. Интересная идея пришла Лен сделать в стиле джинсовый. Да, он долго у нас лежал, эта ткань. Тоже вот как вот эта вот вещь лежала, наверное, у меня была идея около двух лет сшить это платье, да? Также тот или иной костюм. Тот ткань тоже. Мы думали долго, какой костюм из него сделать. И потом ты решила, что будет джинсовым стилем. И как-то он быстро тогда приобрел. Уже финальный результат. Вот. Хочу сказать, что сейчас вы видите черное платье на белом фоне. И, конечно же, в жизни будет не так, потому что в жизни, ну, как бы у нас не везде такие белые стены. И, наверное, мы вам покажем его и в жизни, и фотографии покажем, да, когда будут. Да, как раз, наверное, спадет наша жуткая жара. Да. Возможно, даже на обзоре. Так что готовимся к новому сезону. И будем шить себе красивое новое платье, чего я и всем вам желаю. Я знаю, что Наташа тоже себе шьет какое-то платье интересное, да, для работы. Да. Можешь поделиться чуть-чуть. Ну, еще тоже делиться нечем пока, но надеюсь, что скоро оно будет и вы все увидите. Ну, в общем, мы все ждем, Наташа. Всем хороших платьев, хорошего настроения. И, конечно же, давайте творить, создавать, несмотря на все наши события вокруг, какие-то сложности. В любом случае, мы занимаемся творчеством, и это нам приносит вдохновение и радость жизни. Пишите комментарии. Конечно же, ставьте лайки. Нам хочется лайков побольше, да, больше комментариев. Приятно, когда есть отклик на мои изделия. Кстати, огромное спасибо. Хочу поблагодарить всех, кто написал столько отзывов по моим готовым изделиям. Платье льняное, вот это вот в акварельном стиле с валаном, платье с валаном. И второе еще платье мы показывали платье с рюшами. Это скорее даже сарафан с рюшами, такой в оранжевых оттенках, оранжево-красных, даже там и синие какие-то вкрапления есть. Так что всем спасибо. Было очень приятно получить массу позитива. Спасибо вам большое, что вы остаетесь с нами. Двигаемся дальше, творим и создаем себя красивым. Все комментарии мы читаем, стараемся отвечать. Если не сами, то девочки, которые у нас на канале, они тоже читают нам комментарии. Мы с ними отвечаем вам на вопросы. Да, да. Но я хочу сказать, что я читаю практически все комментарии, которые выходят под видео, где я участвую. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. С вами была Инга, Наталья и вся наша большая дружная команда. Всем до свидания.